Звуки, которые, стуки, точнее, естественно, у нами были записаны. Я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека, непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этого сигнала у нас нет, поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная. Вот акустики обнаружили металлические стуки, которые по чередованию звуков, порядку их передачи обозначали сигнал SOS. И мы, обнаружив эти звуки, естественно, пошли в этот район. Предполагаю, что, возможно, это подводники стучат. Хотя в наших документах этого сигнала нет. На военных кораблях SOS нет. СОС это подает гражданские суда. В те времена, тем более. Приблизившись к источнику этих звуков, мы обнаружили признаки подводного объекта под водой. Неподвижного. Как последующий анализ показал, я сделал вывод, что это иностранная подводная лодка. И неподалеку от нее мы обнаружили, уже акустическими системами, обнаружили непосредственно Курск. Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала. И пострадала в результате двух элементов. В результате столкновения с Курском и последующего большого взрыва боезапаса на Курске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова